так что дальше температуру масло растительное уже там есть в первую очередь это нарезанный нашинкованным морковь все это перемешиваю как только будет создаваться шум даю маленький огонь готовлю скажем готовлю то есть готовность ну скажем готовность вот из трех пальцев а готовлю морковь вот на один палец а так сказать будет изменение цвета только-только начнет изменяться цвет посмотрите зашипела на маленький огонь только-только изменится цвет потому что за температуры не уследить морковь еще будет в твердом состоянии и в этот момент нужно бросать лук лук скажем из трех пальцев только приготовился только-только подготовился а у морковки приготовился таким вот образом потом все вместе и будем дальше так ну вроде бы и все цвет резко изменился добавляю теперь лук это можно конечно лучше по отдельности но можно 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 теперь делаю пассирование то есть легкое обжаривание легкое обжаривание то что окончательный процесс приготовления этой всей пассировки будет уже мультиварки вот готовлю почти до полного сейчас эти два продукта будут доходить как бы вместе морковки 2 в общем там морковь дольше лук быстрее но они как бы подойдут вместе одинаково масло соединяется с морковкой выделяется каротин в масло все это расщепляется при приготовлении все становится мягкое и желудок быстро будет усваивать все эти продукты и пища просто 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 напросто именно здоровой пищей не просто взять и 6 литров этого супа съесть или взять приготовить таким вот образом бегая туда-сюда приготовить это все можно съесть вот ложечку а витамин будет больше чем я съем 6 литров этого супа вроде понятно но если вы это будет вкусным конечно можно и 6 литров и витамин еще больше будет в организме так приготовление уже фактически уже происходит до полу готовности как морковки так и лука и узнать конечно можно взять лук надавить он должен почти раздавиться взять морковь они тоже морковь должна тоже почти раздавиться если вы лук длинный конечно как червячок будет висеть такой мягкий мягкий становится и морковка тоже делается такая вот мягкая но это уже в конце но должна быть мягкой а в конце конце должна быть мягкой когда я буду закладывать еще туда вот 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 перец еще закину у перца есть вода сейчас пока от перца добавляется в вода там есть масло ничего страшного если я так отойду в сторону и вымою посуду ничего не подгорело потому что от этого перца испаряется вода а как они испарилась она добавляет в эту сковороду и сейчас процесс идет тушение уже не легкое обжарение а идет процесс тушения можно теперь не бояться пусть это все тушится так что здесь здесь возьмем свеклу делаю нарезку у нас не соломкой вопрос а так мелкой значит и такой же формы будет цикла скажем вот так вот 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 так будет очень красиво раз мы говорим борщ значит свеклы будет предостаточно получается такие прямоугольники то есть прямоугольники делаем вот такие нормально подхожу сюда перец и сыры можно есть его нет смысла как бы варить что ли пусть он так и останется он стал теперь мягкий и и вот такой вот вид этого перца теперь можно добавить обжаренную томат пасту в данный момент кетчуп добавить немножко воды воды и пусть это все варится можно закрыть крышкой тут уже можно это и сделать но перед тем как крышка я сейчас томат пасту вот эту вот конечно мало я ее добавил опираясь на свеклу что у нас будет борщ мы томат пасту видеть не будем нам нужен именно борщ сейчас немножко покипит в открытом состоянии вот так покипит я буду продолжать дальше нарезкой а вот 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 Сейчас прозвучит сигнал. Трогать не буду, потому что там создалось давление. Крышка приподнялась и произошел упор. Пока трогать не буду. Но отключу подогрев. Все. Вид свеклы обязательно нужно делать. Потому что ты должен знать, что ты кушаешь именно свеклу. Если бы ее нашинковать, от свеклы ничего не останется. Вроде понятно. Так, время подошло. Можно немножко помешать. Добавить меда. В конце мед добавляю, чтобы он не создавал вкус карамели. Так. Вода, которая добавлялась, она сейчас испарилась по полной программе. Все. Теперь можно отключать. Потому что я добавил мед и смысла нет. Дальше. Делать тушение. Все. Здесь готово. То есть, здесь все готово. Если бы я готовое брошу туда, а там есть что-то готовое. Значит, это и все будет готовое. Не надо ничего делать. Вроде понятно. Теперь. Снимаю как оно есть. Без. Перерыва в съемах. Ну, вроде понятно. Жена сидит на компьютере. Дети сидят на компьютере. А я тут... Там я уже в сковороде приготовил. Не отбросил. Все. Пища готовая. Ждем. Так, чтобы не марать. Это вот... Быстро. Давай, жена. Эту не мой. А вот эту вот, пожалуйста, вымой. Руки не марай. А то сама знаешь. Вот смотрите. Беру немножко свеклы. Немножко свеклы. Вот так. Немножко. Вот так. Вот так. Нет, еще, еще, еще. Вот так. Немножко свеклы беру. Силы не придаю. Так как знаю. Вот здесь вот образовалась щель. Я теперь понимаю. Щель. Значит, крышка еще в приподнятом состоянии. Конечно, можно убрать. То есть, снять давление. Давай снимем давление. Какая разница уже. Снимать давление не буду. Дай, пожалуйста, тряпку. Я там приоткрыл. Оттуда. Пошли. Так, ждем. Ёлки-палки. Ой. Там такое давление создало, что... Ну, тогда жди. Слегка тронешь. Вроде бы все тут чисто. Жена. Восемь минут. Так. Ага. Так. Готово. Так. Со свеклой. Со свеклой. Со свеклой. Надо поработать. Пододвинуть. И найти какую-нибудь емкость. Жена. Иди ко мне. Помоги мне. Найди мне тару, чтобы припустить какую-нибудь маленькую посуду. Кастрюльку какую-нибудь маленькую. У нас ничего нету, представьте. Ох ты, нашла. Заливаю воду. Воду заливаю. Чуть-чуть. Смотрите. И сразу же вода окрасилась вот такой вот, можно сказать, свекольный цвет. Красный свекольный цвет. И надо поменять. Включить. И горение газа происходит. Как только закипит, сразу же на маленький огонь. И буду дальше, нужно так сказать, припускать что-ли. Он же готовый продукт. Но все равно. Будем выдавливать оттуда вас сок свекольный. Вот именно вот в эту воду. Ага. Немножко убавлю. Крышку. Закрою. Все. Ждем.